Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков SwissQuot. Во время этого эфира мы с вами смотрим утренние прогнозы специалистов SwissQuot банка, которые они делают в 7.30 утра по Москве, в том числе на русском языке, и обсудим, что из этих прогнозов отработалось, что еще можно отработать. Ну, а я всех призываю смотреть эти прогнозы самостоятельно с утра и пытаться на них заработать. SwissQuot банк оказывает широкий спектр услуг на финансовых рынках. Это и американский рынок, и европейский. По инструментам это акции, фьючерсы, облигации, опционы, валюта, криптовалюта, нефть и так далее. Практически все, что нужно для жизни у них есть. Давайте посмотрим, как видели рынок, коллеги, сегодня утром. И посмотрим на платформе MetaTrader 4 от SwissQuot, как выглядит картина сейчас в 12 часов дня по Москве. Сделать это легко, друзья. Нажимаем на главную страницу российского интернета, Эритроид ТВ, заходим на страничку главную, под главным экраном видим главный баннер, SwissQuot банк, обзорник. Нажимаем на него и попадаем на страничку обзора. Обзор сегодня называется «Серебро ожидается достижения уровня 18.10». Нажимаем на него и открывается страница с разными вариантами текста. Нажимаем, конечно, русский и попадаем на русскоязычную страницу. Прогноза евро-доллара. Тренд остается бычьим, так считают коллеги. 1.12.10 видят целью. Давайте посмотрим все вместе, есть ли по евро-доллару 1.12.10. Он бьется, кстати, в сильную зону сопротивления 1.11.68. Показал на хаях 1.11.73. Но до 12.10 мы пока не дошли. Я считаю, что можно вполне оставаться в рамках этого тренда. Кто держит купленный евро-доллар, можем держать дальше. И посмотрите здесь, что дает основание для таких идей. 4 дня, начиная с пятницы, усы, усы, усы. Каждый день бьемся в нижнюю границу. Но вчера настолько стрельнулись, что сегодня вообще без усов вниз однозначно ловим наверх. Поэтому мы вполне себе можем двигаться дальше. на иену, смотрите, подсказывает нам север. Сейчас мы до иена и дойдем обязательно. И австралиец, да? Дивана эксперт пишет, индексы пролились на открытии Европы. Шарким по полной ухаха. Ну, сейчас мы доберемся до индексов тоже. Так вот, этот прогноз, я считаю, не отработан. Направление выбрано верно. Стоим до цели 1.12.10. По евро-доллару, фунт, доллар, коллеги. Здесь целью обозначено 1.29.65. Дальнейший рост, так называется, комментарий к этому прогнозу. Смотрим, фунтика. Да, он на хаях дня. 1.29.52. Явно лезет на 1.29.70. Ну, а там, глядишь, и... Ага, у нас цель даже выше. А я даже усилию прогноз. 1.29.70 вполне себе выглядит перегитивной целью. То есть сейчас еще 20 пипсок можно постоять. Даже, наверное, нужно постоять. Хотя никакая торговая идея, высказанная в эфире Trade.TV, торговой рекомендацией не является. А здесь я смотрю, что каждый продвигает свою тему. Диванный эксперт Шартим Индексы, Виктор Смаль Шартим Нефть и так далее. Коллеги, каждый пытается манипулировать рынком, двинуть его в нужную для себя сторону. И это нормально, друзья. Фунтик наверх. Верю. Доллар Японская иена. Вниз. 108.35 видят коллеги. И нам подсказывают, что там есть движуха. Мы сегодня были на лоях. 108.32. А здесь 108.35. Прогноз отработан, друзья. Прогноз отработан. И мы ломанули назад. Вот что происходит. И смотрите, какое резкое движение. Ух! Это минутный график. Ложный пробой, друзья. Явно-явно ложный пробой. Хотя пытается заполировать. Опять снизится. Опять полезли, друзья. Доллар иена лезет вниз. Будьте бдительны. Еще раз напомню. Прогноз по доллару и иене реализован. Все остальное на ваш страх и риск. Далее. Доллар. Швейцарский франк. 0.98.30 видят коллеги. Он достиг отметочки. Давайте поставим какой. 0.98.65. В плане 30. Да, 35 пепсов вниз. Можно постоять. Вполне. Друзья, прогноз еще не реализован. Ну вот я бы 0.98.38 точно постоял. После чего начнется поддержка. Как себя поведет рынок, пока сказать трудно. Поэтому да, друзья. Стоим вниз. Доллар. Швейцарский франк. Хороший прогноз. Можно еще в него зайти. Доллар. Канадский доллар. 1.32. Доллар. Канадский доллар. Давайте посмотрим, что мы уже показали сегодня. 1.3173. Еще 27 пепсов. Вот смотрите. Доллар проваливается, а по Канаде растет. Я бы не полез. Честно сказать. Ну, кто стоит, тот, естественно, продолжаете стоять. Рынок идет наверх. Константину Ставрополю больше не наливайте. Китай не сомневается в заключении долгосрочной торговой сделки с Китаем. Так вот, австралиец. 0.6955. Серьезно видят наверх коллеги. Давайте мы посмотрим. Ударились мы уже сегодня. 0.6928. 0.6955 не показали. И вот эта тема очень серьезная, коллеги. Подсел австралиец, подсел капитально на этом часе. Как бы здесь, друзья, глобального разворота не произошло. Потому что просадочка серьезная. Давайте измерим в пепсах. Психологически, как вы понимаете, она очень серьезная. Итак, в пепсах не так много. 18 пепсов. Но... Выглядит тревожно. Коллеги, а кто в вангах? Я думаю... Но в то же время свечу большую не выкупили. Вот эту. Может, сейчас какой-то боковик начнется? Но нет. У меня позиции нет. Единственное, что можно сказать, как бы, что... Кто стоит в вангах и верит в австралийца, постоять можно. Потому что цель... Сейчас 0,69-04, а цель 0,69-55. 50 пепсов наверх. Цель очень высокая. Владислав Орехов пишет. Ставку снизили. Никакого договора не будет с Китаем. А это почему так, Владислав? Какая связь? Анатолий пишет. Разворот железно. А чего и куда? Австралийца вниз разворот или куда? Сейчас узнаем, Анатолий. Я считаю, что тот, кто стоит в плюсе в австралийце, может постоять и дальше. Доллар, турецкая лира ждут вниз. 5,66. А она растет 5,7156. Нет у меня позиции. Здесь смотрим. DAX ждут вниз. 12,830. Открываем германский фондовый индекс. И видим, что сегодня мы уже показали 12,830. О, как точно рассчитано. Смотрите. 12,830. И ровно в эту отметочку ударили. Прогноз отработан, коллеги. Кто заработал, поздравляю. Здорово. Анатолий пишет. Да, откройте недельный график. Это про австралиец. И что нам это дает? Открыли, Анатолий. Дальше что? А может ли зайти голосом выступить? Рассказать нам, почему австралиец разворот вниз? Начертите по хаям наклон. Да мы его видим. Ну, не вопрос, начертите-то, в чем проблема. Так, и что, Анатолий? Вы намекаете, что ударили сверху границу нисходящего тренда и пойдем сейчас вниз, да? В этом заключается ваш тонкий намек. Анатолий. Да. Друзья, на недельках обнаружил движение вниз Анатолий. А вот нам Константин Ставрополь подсказывает тоже тему, говорит, по австралийцу только заметил. Давайте попах. А не сработало. А не сработало. Ссылочка какая-то не такая пошла. Понятно. Спасибо большое по австралийцу. Двигаемся с вами дальше. С DAX-ом понятно отработано. Поздравляю всех, кто заработал. S&P 500. 3070. Давайте посмотрим. Нет, 3038 вниз стоит сегодня S&P 500. Я лично верю. Шарпить не буду точно. Золото. Золото. Сливая отметка 1508. Движение наверх. Мы сегодня обсуждали золото. 1503, 5500 еще можно постоять. Верю. Вот сейчас верю. Золото по дню сработало. Уже еще 5 долларов постоять наверх вполне себе. Так что желаю всем удачи, друзья, в золоте. На отработке этого прогноза. Серебро ждут коллеги на 18.10. Сарая нефть 54.40. Смотрим. Смотрим. 56. Так, это бренд. Sorry, sorry, sorry. У нас WTI. В моменте 55.19. Было 55.58. А ждут его вниз 54.40. Нет, этот прогноз, я думаю, пока не пройдет, коллеги. Я бы, во всяком случае, несмотря на просьбы Виктора Смоля, несмотря на прогноз специалистов с Висквод, я бы пока не шарки. Вот таким образом, друзья, видят рынок сегодня, коллеги из Висквод банка. Вот так. Часть прогнозов уже отработана. Так что задачи интересные есть для всех. Спасибо, коллеги. Всем удачи, хорошего настроения. Спасибо, коллеги.